Итак, я всех приветствую, друзья. Давненько не было видосов на моём канале, поэтому вот вам гайд, как установить RTX Voice на компьютер без RTX. В моём компьютере установлено 1050 Ti от Palit с одним вентилятором, и всё прекрасно работает. Предполагаю, что на любых других видеокартах без RTX это тоже будет работать, ну кроме совсем уж старых. Ну в общем, не суть, погнали. Итак, скачиваем и устанавливаем программу. Ожидаемо, что программа несовместима с нашим компьютером, но всё же есть способ установить эту программу. Для этого переходим в мой компьютер и на диск с системой. Далее заходим в папку Temp. Теперь в папку RTX Voice. В конце заходим в папку NVAFX. Здесь мы будем работать с файлом RTX Voice NVI. Заходим в свойства файла. Открываем вкладку безопасность. И когда выбрана система, нажимаем кнопку «Изменить». Выбираем пункт «Логан». А далее ставим все возможные для него разрешения. Ну и соответственно подтверждаем. А теперь мы открываем этот файл через блокнот и редактируем нужные строки. Находим эти три строки и стираем их. Также рекомендую стереть и пробел. Дальше ничего сложного. Сохраняем файл и пытаемся установить программу. Сейчас внимательно. Переходим в предыдущую папку и устанавливаем программу оттуда. Естественно делаем это от имени администратора. Повторно я устанавливать не буду, поэтому покажу вам как она выглядит. В панели задач нажимаем «Show NVIDIA RTX Voice». Выбираем наш микрофон и нажимаем «Remove Background Noise». «Noise Suppression» ставим на максимум. «Outpad Device» мы не трогаем. Открываем настройки звука через панель задач. Ставим по умолчанию и для связи либо динамики, либо наушники, в зависимости от того, что вам нужно в данный момент. Во вкладке «Записи» выбираем микрофон NVIDIA RTX Voice. А далее уже сами настраивайте под себя чувствительность вашего микрофона. NVIDIA RTX Voice я советую поставить на 100, а уже потом регулировать сам непосредственно ваш микрофон. Ну а теперь давайте сравним звучание. Итак, ребят, это дефолтное звучание микрофона. Скорее всего и мой компьютер слышно. И стук по столу. Мышку не знаю, клавиатура. Классная механика, тоже слышна, скорее всего. Переходим дальше. Это BioSoundSoap Pro, которую я обозревал ранее. Слышно даже, как я начинаю запись в Sony Vegas. Да, я знаю, что Vegas уже не Sony, но пофиг. Ну а теперь возвращаемся обратно в RTX Voice. Вот так звучит RTX Voice. Программа не без косяков, но тем не менее лучшая, что пока что можно выбрать среди остальных программ. В ней время от времени все-таки проскакивает шум компьютера. Да даже сейчас он слышен, я, честно говоря, не знаю почему. Несмотря на то, что в начале видео практически не было слышно. Я предполагаю, что на микрофонах получше, чем у меня, будет, соответственно, и результат лучше. Для справки, у меня ноунейм микрофон с Алиэкспресс за 800 рублей. Не знаю, почему он такой дорогой, но себя он вообще никак не оправдывает без обработки звука. Касательно самой программы. Программа, скорее всего, будет работать на многих видеокартах. На самых старых, конечно, не будет, но от, скажем, 750 она должна работать. От 750 и до RTX 3090, это понятно. Но понятное дело, что и после RTX 3090 на будущих видеокартах она тоже будет работать. Поэтому, друзья, пробуем ставить эту программу, экспериментировать с ее настройками. Мало ли, может, я неправильно настроил чувствительность микрофона и чувствительность самой программы. А на этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, чтобы поддержать мое творчество. До скорых встреч, ребят, всем пока.